Торжество православия Торжество православия И такого внешнего мирского торжества Мы бы не заметили в нем, если бы мы ходили рядом с ним Но вот удивительная вещь Пришел Господь Иисус Христос И уже исцеляются безнадежно больные Как только пришел Спаситель Тут же падшие духи, бесы Изгоняются из одержимых людей И уже людям отпускаются грехи Вот в этом-то и заключается подлинное торжество Торжество духовное То, что люди стали освобождаться от демонов От власти падших сил И от своих собственных грехов Ну и по милости Божией Когда есть на то воля Господня То люди получают исцеление от своих недугов То есть Спаситель подает самое главное торжество И вот на самом деле не тот царь Кто восседает на троне Кто держит в руках скипетр Или надел на свою голову корону А подлинный царь – это тот, кто воцарился над своими страстями Тот, кто победил свою собственную греховную природу Тот, кто научился побеждать в себе все низкое, мелочное Вот на это направлен Великий пост И первое воскресенье в Великом посту Оно как раз и напоминает нам Об этом духовном торжестве Вот мы прошли первую седмицу Когда такое усиленное моление Мы уже произносили и произносим Молитву покаянного Господи, Владыка живота Мы там каемся в своих грехах Просим дать нам дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви И мы читали канон покаянной Андрея Критского То есть уже такое вот первое поприще Великого поста пройдено И такие вот первые плоды духовные Они нам тоже показываются в этот воскресный день В чине торжества православия То, что на самом деле все православие Оно призывает нас к духовному торжеству К тому, чтобы мы восторжествовали над своими греховными страстями Конечно, Церковь Христова называется воинством Но подлинная эта победа и подлинное торжество в чем? В том, чтобы враги Церкви преобразились в друзей Вот был, скажем, гонитель Савл Который преследовал учеников Христовых А по неисповедимому промыслу Божию Он преображается, становится апостолом Павлом Был, скажем, какой-нибудь там еретик-манихей Который увлекался всевозможными философиями А потом тоже по промыслу Божию Он становится знаменитым учителем Церкви Который известен нам как Блаженный Августин Вот почитайте его исповедь И удивитесь, насколько вот это была очень ищущая душа Которая прошла через всевозможные падения, заблуждения И тем не менее становится верным чадом Церкви И много можно приводить примеров И если увязывать это, собственно, с неделей торжества православия То тут мы, конечно, должны вспомнить такого еретика-иконоборца Феофила Это была уже вторая волна иконоборчества Когда притесняли иконопочитатели И всячески издевались над иконописцами Но у него, у этого иконоборца, Феофила Была праведная супруга Феодора И вот когда Феофил уже умирал А Феодора-то, она была как раз иконопочитательницей То вот она настолько молилась о своем супруге И столько вот искренне верила в его покаяние Что перед самой его смертью она принесла к нему иконы И в его душе тоже что-то проснулось Так что он со слезами приложился к этим иконам И умер уже покаявшийся как православный христианин Как чадо Церкви Христовой И вот именно с именем святой Феодоры Жены этого умершего императора Феофила И связано торжество православия как особый чин Дело в том, что вот этот чин Он появился в 843 году И действительно он тоже впервые прозвучал Так скажем, в молитвенных богослужебных собраниях В первый воскресный день Великого Поста в 843 году И этот чин означал и такую вот видимую победу церкви Торжество церкви над ересями Потому что прошло уже семь вселенских соборов Каждый собор означал победу над той или иной ересями Начиная с орианства, ересь Македония, нестариане, монофизиты, монофилиты Были там некоторые еще другие заблуждения И одно из самых продолжительных гонений на церкви Это было иконоборчество Фактически полтора столетия Вот оно продолжалось И в каком-то смысле церковь вот настолько уже устала от этих постоянных гонений Что все молились о свободе О том, чтобы Господь наконец-то дал какой-то период такого благоденствия И спасение от этих ересей И вот это вот торжество церкви И было дано как раз при императрице Феодоре Причем она вымаливает своего супруга И есть даже такое древнее предание Оно запечатлено у древних летописцев Что когда собрались на собор Вот осуждать императоров, в том числе иконоборцев То там вписали имена этих иконоборцев Константина Капронима, там других И в том числе императора Феофила Положили под престол И потом, когда молились И вот, конечно же, иконоборчество было нафематствовано То подняли этот список И оказалось, что имя Феофила там изглажено То есть за счет молитвы своей супруги За счет того, что она ходатайствовала о нем И за счет того, что он перед смертью Действительно покаялся и приложился к святым иконам Его имя вычеркнуто из еретиков И он уже не числился среди иконоборцев Вот на этом списке они уже не обнаружили этого имени То есть главное это торжество православия Как раз заключается в спасении душ человеческих И именно тогда, в 843 году Впервые прозвучало вот это вот моление И обращено было ко Господу В котором благодарили Бога за победу над ересями За то, что, наконец, дан вот такой вот мир, покой И действительно, после этого события Не созывались уже вселенские соборы Потому что вот таких вот крупных ересей Которые волновали бы самое вот существо Сердцевину церкви Вот как было, допустим, это в IV веке Когда и Константинополь оказывался в руках еретиков Вот таких волнений уже не было Хотя, конечно же, весь исторический путь церкви Это путь постоянной борьбы Но чин торжества православия Помогает нам понять ту истину Что церковь будет стоять до кончины этого мира Как предсказал сам Спаситель Что врата ада не одолеют Церкви Христовой И это значит, что и сейчас, и через столетия И даже если придет Антихрист И накануне второго пришествия Христова Церковь будет сохраняться на земле Сохранить свою благодатную силу И поэтому дары Святого Духа Будут открыто предлагаться всем, кто только сам готов будет Искренне их принять И во время чинопоследования торжества православия Мы молимся о том, чтобы Господь сохранил свою церковь От каких-либо ересей и суеверий Чтобы чадо Церкви безбоязненно ходили во свете истины А те, кто уклонились в какую-то ересь или в раскол Смогли одуматься и, раскаившись, вернулись в лоно Церкви И вот во время чина торжества православия Читается Евангелие, где говорится буквально следующее Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее Как вам кажется, если бы у кого было сто овец И одна из них заблудилась То не оставит ли он девяносто девять в горах И не пойдет ли искать заблудившуюся И если случится найти ее То истинно говорю вам Он радуется о ней более Нежели у девяносто девяти незаблудившихся Так нет воли Отца вашего Небесного Чтобы погиб один из малых сих Поэтому во время этого чина Конечно, нужно прежде всего Вспомнить о величайшей милости Божией О том, что Господь помогает и позволяет Церкви Сохранять свое существование Среди самых разных испытаний, искушений, невзгод Он подает нам силу преодолевать любые Нападающие на нас ереси, расколы Но более всего Нам нужно все-таки Во время этого чина последования Помолиться о заблудших Чтобы Господь вернул их Как вот этих заблудившихся овечек Как вот этот вот пастух Оставляя девяносто девять Пытается вернуть одну сотую заблудившуюся Чтобы таким образом спаслось все стадо То есть вот этот чин, он напоминает нам О неизреченной милости Божией О божественном сострадании и любви Ну и, конечно же, о том, что никакая ересь Не сможет разрушить бытие Церкви Поэтому исключим какие-либо страхи Всецело верим себя в руки Божии И постараемся хранить истину православной Церкви Исповеданную на семи вселенских соборов В чем-то поможет нам Господь Бог Своей благодатью Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok